Уважаемый президент, уважаемые коллеги, прежде всего большое спасибо за предоставленную возможность выступить на этом форуме. Я здесь уже не первый раз и всегда с удовольствием приезжаю в ваш город, особенно в этот прекрасный период белых ночей. Безопасность в анестезии непосредственно связана с инцидентами. Естественно, никто из нас не приходит на работу с идеей, сегодня у меня будет какой-то несчастный случай. И мы все их боимся, и думаем про них, и не спим ночами. Сегодня конфликт интересов и по поводу спонсоров, это требования к участникам. Я работаю в Портсмусе, на севере Великобритании, южнее только острова Уайт. И уже Франция здесь. Господа королев Александры построен был в начале столетия. Это новое здание было открыто в 2009 году. Так называемая частная финансовая инициатива была построена частной компанией и сдается в ипотеку государству. И все обслуживающие персонал тоже обслуживаются частной компанией. Более 7 тысяч сотрудников в госпитале. Бюджет около 500 миллионов фунтов, 1250 коек, 29 операционных, 34 тысяч операций производятся в планном порядке и 6200 экстренных операций. Около 19 тысяч общих анестезий, 4000 эпидуральных анестезий, извиняю, 4000 экстренных операций и 1315 эпидуральных и спинальных анестезий. То есть довольно большой объем работы и довольно большой поток больных. Рабочий день у нас где-то, мы начинаем с 7.30, у меня начинается, заканчивается, украсть заканчивается. То есть официально он заканчивается с 5.30, но он заканчивается гораздо позже обычно. Человеку свойственная ошибация – это фраза присвоенная. Синеки. Кто-то знает, какая вторая часть этой фразы? Нет? Ну, в конце это обсудим. Я тоже не знал, честно говоря, пока не посмотрел. Естественно, вопросы безопасности, они появились не на ровном месте, они к нам пришли из авиации. Именно в авиации, когда падают самолеты, это приводит к большому информационному взрыву и большим трагедиям, потерям человеческой жизни. И поэтому там эти вопросы, они как бы рассматривались довольно давно и выработался определенный менеджмент безопасности. И как бы один из критериев безопасности в авиационной индустрии – это состояние, при котором возможность причинения вреда человеку ниже применимого, то есть ниже приемлемого. То есть есть как бы определенный приемлемый уровень безопасности. То есть они говорят о том, что невозможно полностью устранить все ошибки. То есть ошибки все равно будут, есть и будут, но непосредственно нужно идентифицировать как бы звенья этой цепи ошибок и найти те слабые звенья, которые можно как бы повлиять. Владимир Анатольевич упомянул про природные медицинские ошибки. Как правило, они очень сложные. Для эксперта обычно все понятно, но... В итоге путь он гораздо длиннее возникания ошибок, мы тоже это обсудим позже. В 2000 году вышел как бы обзор, 10-летний обзор безопасности медицины в США. Он назывался «Человеку свойственно ошибаться». Они говорят о том, что безопасность – это в медицине, это свобода от травмы или повреждения пациента. Ошибка – это провал заправленного действия или использование неправильного действия для достижения правильной цели. Также они говорят о том, что неплодимо сместить фокус от обвинения или от обвинения индивидуума, 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 врача к превозвращению повторения ошибок. То есть вот это самое главное. И они говорят, что человеку свойственно ошибаться, но ошибки можно предотвратить. Две самых главных как бы в катастрофе, в дыхательных путях в Великобритании. Слышали ли вы про случай с Элейн Броммели, невозможность интубации после обычной лавр-операции? Второе, он как бы менее на слуху, в случае с Гордоном Ювингом, когда также невозможна интубация при травме мизинца. 37 лет, Элейн Броммели, в 2005 году она умерла, пластика на своей перегородке. СА1, то есть совершенно здоровый пациент, кроме сращения шейно-шейных позвонков, больше у нее никакой патологии не было. Попытка постановки легиальной маски невозможна. Падает сатурация 70%, через 4 минуты вентиляция маски затруднена, сатурация падает до 40%. Попытки интубации с 8.40 до 9.00 утра использовался клинок Макинтош обычный, фибробронхоскоп, интубационная региальная маска, сатурация падает 40%. 9.00 утра возможны вентиляции, сатурация 90%. Попытки интубации через интубацию, через интубационную региальную маску, также они привели к успеху. Поэтому было решено в этом моменте отменить операцию и проводить пациентку. Состояние у нее не улучшилось, у нее диагностировано тяжелое гипоксическое повреждение мозга, поражение, и через 6 дней решено было прекратить дальнейшее лечение. Гордон Ювинг, еще более печальная смерть. 44 года, пациент с переломом концевой фаланги мизинца. 124 кг, индекс массы тела более 40 кг, рефлюкс, план, соответственно, быстрая водная индукция, потому что пациенты в Великобритании крайне любят оставаться в сознании. Они, как правило, предпочитают общую анестезию. Но, видимо, я думаю, здесь даже, может быть, и не прилагался вариант с региональной анестезией. Степень по Маккорму Галихана 4 интубации. Используется Макинтош, затем Полиоблейд. Интубация невозможна. Ленигиальная маска. Возможна вентиляция на этом этапе, то есть 97% сатурация была. После этого попытка интубационной ленигиальной маски. Возможна вентиляция, но кровотечение возникло. Удалена трубка, в этом прорыв манжетки баллона. Ну, то есть как бы всё это нарастало. После этого пытались переинтубировать через катетер. При этом поток кислорода был очень высокий. Соответственно, возникла гипотензия в связи с напряжённым пневмоторгсом. Пациент умирает. То есть как бы все вот эти вот ужасные смерти, они как бы очень подробно описаны. Там описывается, что случилось, как это случилось, но мало описывается, почему это случилось, и какие факторы к этому привели. Но то, что видит публика, это публикации в газетах. Анастезиолог, передавленное объединение анастезиолога в убийстве по неосторожности, молодой женщины в роддоме, юридический запрос в анастезиологические смерти, анастезиолог отстранён от работы, анастезиолог подтверждает, что он совершил серьёзные ошибки и так далее. То есть как бы это ударяет по нашей специальности, ударяет по вере медицины, вере пациента медицины, которые как бы надеются, что всё это сделано качественно и на высоком уровне. Существует специальный отдел, юридический отдел, так называемый NHS Litigation Authority, который занимается именно всеми исками, которые поданы против госпиталей. Вот последняя публикация, 2015-2016 года. Как вы видите, расходы на иски растут от года в год. То есть если в 2009 году расход составлял 651 миллион фунтов, то в 2015-2016 это уже почти 1,3 миллиарда фунтов в год, только на покрытие всех исков. То есть каждый госпиталь плачивает определённую страховую сумму в эту организацию на случай покрытия судебных исков. Наш госпиталь, например, платит 20 миллионов фунтов в год только на покрытие исков возможные. Как вы видите, структура этих расходов, она довольно интересная. То есть около 66%, 65% компенсация пациенту, либо семье пациента, если пациент умирает. Но довольно большой кусок – это услуги юристов. То есть написано, юристы пациентов забирают около 30%, а юристы уже нашей организации здравоохранения занимают всего 8%. Казалось бы, одна и та же работа, это тоже количество часов, но почему-то они в три раза больше требуют оплаты. То есть сейчас бы как-то стоит вопрос о том, что как бы это ограничить чистое количество денег, которые уходят на неизвестно на что. Очень много по американскому как бы развитию сценарий открывается компаний, которые предлагают как бы бесплатно расследовать те или иные риски, поскольку пациент как бы не платит ничего. То есть они только получают деньги, и пациент получают деньги в случае выигрышного случая. Если они не выигрывают, то, соответственно, пациент ничего не расходует, ничего не теряет. И, соответственно, юридические издержки выросли за 10 лет почти в 10 раз. От 40 миллионов фунтов до 418 миллионов фунтов стерлингов. Поскольку медицина государственная, то бюджет не резиновый, то, соответственно, это довольно серьезные расходы. Если мы посмотрим по количеству исков, поданных по специальностям, то самые большие иски поданы в ортопедии, затем в приемном покое, акушерстве, общей хирургии, гинекологии, общей медицине, радиологии и так далее. Ансилология здесь даже не упоминается, то есть она меньше 2% судебных исков. То же самое уже по денежному выражению исков. Общий объем исков почти 3 миллиарда фунтов за год. Самый больший объем – это акушерство – 42%. Причем это повреждение, гипоксическое повреждение мозга у новорожденного. Это неадекватное мониторирование сердечного ритма у новорожденных в родах и, соответственно, детско-сербальный паралич. В меньшей степени это приемный покой, педиатрия, ортопедия, общая хирургия и так далее, нейрохирургия. Опять же, снижения здесь нет, то есть она меньше 2%. Что интересно, что меньше чем 1% доходит до суда из этих исков. То есть всего за год 28 было неклинических случаев попали в суд, и 96 клинических. Из них 60% были благополучно защищены, то есть выплаты не было никакой. Соответственно, большинство всех этих исков решается на несудебном уровне. В 2009 году была опубликована статья в анестезии, когда на основании закона об информации в юридический отдел был запрос о анестезиологических рисках. То есть мы более интересуемся, что случилось с анестезией и какие были иски поданы с точки зрения анестезиолога. Как и подтвердилось, анестезия в это время составляла 2,5% от всех исков. Я упомяну, что это 2009 год закончилось исследование. То есть 1001 всего было поданы исков. Общее количество исков было 40 тысяч за это время. По видам большее количество было поданы исков на региональную анестезию, затем акушерскую анестезию, затем неадекватную анестезию, что-то включается наличие сознания во время операции и повреждение зубов, то, что Владимир Анатольевич тоже упоминал. Если мы говорим о серьезных исходах, то также на первом месте здесь уже стоит аллергическая реакция на препараты. Когда вводился препарат, которому пациент заведомо страдает аллергией, это дыхательные пути, невозможность интубации, это респираторные проблемы, отключение от респиратора во время операции незамеченные, это травма при кондиуляции центральной вены, катаризации и региональная анестезия. Если мы же говорим о смертельном исходе, то на первом месте это повреждение центральной вены и реакция на препараты, и затем уже респираторные осложнения. Если мы говорим, опять же, по расходам по специальности в миллионах фунтов, то анестезия, опять же, занимает около 2,4% всех расходов, около 5 миллиардов фунтов. Общая сумма, то есть анестезия – 127 миллион. Благодаря этому анестезия считается безопасной специальностью, и анестезия является одним из проводников безопасности медицины. И, например, наши страховые выплаты в страховании ответственности врача составляет всего 1,1% от выплат акушер-гинеколога, например. Какие же суммы были выплачены? На большей степени выплачены в случаях, в исках в региональной анестезии, около 11 миллионов, а в акушерской анестезии, и в дыхательных путях, и в реакциях на препараты, а также в респираторных осложнениях. Наиболее частные исковые инциденты в региональной анестезии – это травма нерва, неадекватный блок, проблемы с эпидуральной анестезией. В акушерской анестезии – это неадекватная региональная общая анестезия. В акушерской анестезии – это неадекватная анестезия при общей анестезии, когда пациент находится в сознании во время операции, и при этом используется нейроксиальная блокада, мышечные релаксанты. Дыхательные пути, невозможность интубации или ошибочная интубация пищевода, травма тканей, аспирация, гипоксия, респираторные, также гипоксия, исключение от респиратора, пневмоторок, проблемы с оборудованием, центральный венозный доступ, травма при венозном доступе, повреждение сонной артерии, повреждение оставленный проводник, который не замечен был во время процедуры, процедура обнаружена уже гораздо позже, препараты, замена препарата, передозировка, использование другого препарата, вместо которого планировалось, использование релаксанта вместо опиоида, использование известного аллергена у пациента, к примеру, с аллергеной пенициллин, используется пенициллин на водном наркозе, также позиционирование пациента, когда у пациента возникает травма нервных стволов после операции, для того, чтобы пациент был неправильно позиционирован, и где-то было давление перифических нервов. Иски более миллиона фунтов не встречаются, довольно редко. В этой статье упомянуто 4-6 исков. Это повреждение мозга, гипактическое повреждение во время катаракты, операции по удалению катаракты. Это повреждение мозга во время общей анестезии и проблемы с интубацией. Затем проблемы с менеджментом анестезии, неадекватная реанимация и в дальнейшем гипактическое повреждение мозга и персистивное вегетативное состояние. И неврологические повреждения после акушерской анестезии, спинальная гематома и остановка сердца после использования морфина. Все они привели к довольно многомиллионным выплатам. Анализ осложнений, анализ исков, он немножко разнится от анализа клинической точки зрения. Поскольку нас больше интересует клиническая сторона, юристов больше интересует связь между происшедшим и насколько закономерен это иск. Поэтому клиническая информация ограничена и невозможно детально понять, что же произошло с пациентом и на каком этапе прошло то или иное осложнение. То есть отсутствует клинический риск менеджмент и невозможен прориск причин. Интересно, с точки зрения юристов, смерть пациента приводит к гораздо меньшим выплатам, чем перманентная травма. То есть, допустим, самая большая выплата – это когда возникает травма у новорожденного, тоже детский цитеральный паралич, потому что перед ним целая жизнь. И ему требуются выплаты на уход, на медицинские препараты, на обслуживание. То есть здесь уже это многомиллионные иски. Что интересно, что только небольшой процент осложнений приводит к искам. Около 1,5% исков осложнений приводит к искам. То есть мы видим только вершину айсберга. И отдельно это вопрос о искам к врачам. То есть это такая довольно сложная проблема, которая всех нас может коснуться. Я посмотрел, взял поиск, и в поисковые слова были «Мой анестезиолог осужден на тюремный срок». Я нашел только одну статью про анестезиолога, который неадекватно себя вел по отношению к медицинскому персоналу. Но ни одного реального срока я не видел за анестезиолога, который совершил ту или иную ошибку. То есть были судебные сроки, но они были как бы отсроченные, условные. Но это как бы не ослаждает нас и не успокаивает совершенно. То есть юристы должны понять, прежде всего, чтобы осудить врача. Во-первых, нарушил ли врач свои обязанности по поводу заботы о своем пациенте. Второе, если это халатность или небрежность привела к смерти пациента. И второе, вот эта халатность или небрежность представляет собой именно грубую небрежность. Как я уже сказал, мы видим только вершину айсберга. То есть, как правило, мы видим серьезные осложнения, серьезные ошибки, инциденты, которые обязательно сообщаются о них. и они доступны для публики. Но мы довольно часто не видим, как так называемые около-ацциденты или ацциденты, которые могли произойти, но не произошли по той или иной причине. И мы не видим менее выраженные повреждения, менее серьезные повреждения. Как бы они докладываются добровольно, конфиденциальная врача при этом защищена полностью, но тем не менее она, как бы, в меньшей степени докладывается о ней. То есть, это довольно интересный раздел, и как бы за этим будущее, поскольку он позволяет превратить переход из около-аццидентов к реальным инцидентам. Откуда это все пошло? В 1983 году американцы организовали закрытый проект закрытых исков в анестезии. Они пытались как бы более подробно обсудить, докупаться до причин тех или иных инцидентов в анестезии. Более 7 тысяч исков они рассмотрели, подробный анализ, в отличие от юридического анализа, около 300 случаев в год они рассматривают, причем летальность в этих случаях 30%. То есть, как бы они не берут все инциденты, они берут как бы определенные когорты инцидентов, скажем, дыхательные пути, или, допустим, только сознанием в анестезии. То есть, как бы это меняется в зависимости от той или иной темы, которую они выбирают. В Британии у нас есть так называемая группа безопасной анестезии, которая включает объединение Королевской коллегии анестезиологов, анестезиологов Великобритании и Ирландии, и также группа по улучшению в государственной системе здравоохранения. Эта группа собирает как бы анонимизируемые инциденты со всей страны. То есть, есть национальная база данных, куда вы можете занести любой ваш инцидент. То есть, есть, как бы я сказал уже, обязательные инциденты, которые там, где была либо смерть пациента, либо серьезная травма пациенту нанесена. Но есть и добровольные, когда возникло то или иное осложнение, которое описано, но оно может иметь определенный эффект обучения в дальнейшем. И каждые три месяца они как бы публикуют такой апдейт, обновление по безопасности, где приводятся все эти интересные случаи, как бы не все, а сформированные по группам, допустим, по дыхательным путям группы, оптимизация перед операцией, инвазивное повреждение при постановке инвазивной линии. Как бы здесь подробно разбирается тот или иной случай и причины приведшие, и также, что можно сделать, чтобы их предотвратить. Вы можете зайти в интернет, это как бы все по открытой публикации, и посмотреть. Всегда очень приятно почитать на чужие ошибки. Как бы это очень так... Позволяет в дальнейшем избежать, возможно, и своих ошибок на подобные же. И как бы иногда даже думать, что надо же, может и такое же случится. С собой же случится. Один из примеров инфузионной системы для артериальной линии. То есть для поддержки постоянного проходимости артериальной линии используется физраствор под давлением, то есть в мешок, и давление используется. У пациента в реанимации было после этого диагностировано довольно серьезная гипокликемия. Выяснилось, что, оказывается, здесь был не физраствор, а смесь физраствора с глюкозой. То есть просто его не видно, вот этой вот части. То есть, соответственно, когда брали анализы из артериальной линии, то там зашкаливал уровень глюкозы. Соответственно, использовалось большое количество инсулина для диатерапии. Соответственно, у больного низкий уровень сахара и гипокликемическая кома возникло. Это один из примеров. За три месяца, к примеру, что интересно, около 8 тысяч инцидентов, где никакой травмы пациента не было нанесено. То есть, либо 2,5 тысячи, где небольшая травма была, средней степени травма, 230, гораздо меньше серьезной травмы и 16 смертей за три месяца. То есть, как бы, вот этот вот раздел, он самый интересный в плане преотвращения. Если мы говорим о человеческих факторах, о которых Владимир Анатольевич упомянул, то, опять же, информация о них пошла из авиационной индустрии. Первая публикация в 1954 году, когда они пытались понять, почему падают самолеты, во-первых, а во-вторых, почему летчики, которые их тренируют, они не останавливаются работой летчиками, а в той или иной степени теряют интерес к профессии или просто не могут летать. И первая публикация на эту тему по поводу преотвращения ошибок в анестезии была в 1977 году в анестезиологии. Один из наших анестезиологов публиковал в 2010 году человеческие факторы в анестезии. Он же также закончил работу анестезиологом, сейчас работает пилотом. Как бы у него есть информация с первых рук по поводу информационной, по поводу авиационной безопасности. Он считает, что авиационная безопасность может быть примером для анестезии и здравоохранения в целом. Нужна простая, но эффективная система безопасности для нивелирования человеческого фактора. Безопасная практика похожа на авиационную, но есть большие отличия. И действия без действия экипажа или действия без действия врача это один из важнейших факторов. И ошибки неизбежны, и немаловажны, а может даже очень важны, это организационные факторы. Он говорит о системном подходе безопасности, так называемой системы изучения стандартов или clinical governance. Clinical governance – как бы термин, который в каждом госпитале, в любом медицинском учреждении существует. Это как бы система защиты менеджмента рисков, когда рассматривают те или иные риски, когда принимают стольные решения, чтобы эти риски уменьшить. Стандартные операционные процедуры, как бы предполетный брифинг, он может быть аналогичен брифингу операционной, которые мы вот в связи с введением опросника ООС стали использовать, когда каждый из членов группы представляет себя, и это повышает ответственность каждого члена операционной бригады. Это операционные руководства, контрольные листы и человеческий фактор – это система отчетов ошибок и обучения. В 2010 году также была опубликована статья о британском журнале анестезиологии по поводу клинических инцидентов, их отчетности и обучения, связанное с ним. Говорят о том, что 900 тысяч, почти миллион инцидентов происходит ежегодно в Национальной системе здравоохранения в Великобритании. Из них около 2000 с летальным исходом. И дополнительные исходы на лечение – это около 2 миллиардов фунтов в год. То есть мы здесь говорим только о лечении, мы не говорим о судебных исках, которые мы рассматривали ранее. То есть это громадные суммы. Он считает, что современная отчетность и анализ инцидентов позволяют улучшить безопасность и превратить схожие инциденты. То есть то, о чем мы с вами говорили. Отчет о инцидентах, там, где не произошла какая-то выраженная травма или смерть пациента, должен быть без риска для врача быть наказанным. И анализ инцидента – это не инструмент для критики, а это важный инструмент обучения. То есть для врача также очень важна обратная связь. То есть если он видит, что он сообщил об инциденте, но ничего не происходит, ничего не меняется, то в шесть раз он просто не сообщит об этом инциденте, это так бы останется. То есть для него важны какие-то перемены и важна обратная связь. Слушали ли мы про модель швейцарского сыра? Есть определенная положительная реакция. О чем мы говорим здесь? Есть активные ошибки, есть пассивные ошибки. Профессор Ризан из Манчестера, он психолог, профессор психологии, он как бы посмотрел на человеческий фактор с точки зрения возникновения как бы череды эпизодов или событий, которые привели к той или иной инциденту. То есть, ну, скажем, вывели не тот препарат место, скажем, вывели место суксанилхолина, ввели фентанил, или наоборот. Почему это происходит? Ну, казалось бы, врач по ошибке, ел. Но, как правило, ситуация гораздо сложнее. То есть, врач был с дежурства, он не спал всю ночь, пациента было очень много на операционном листе, нужно быстрее закончить. Ситуация изменилась, не планировалась интубация, а планировалась просто религиальная маска. Ампулы очень похожие, они лежали рядом, не было этикетки на шприцет и так далее. То есть, как бы, это целый ряд эпизодов, которые приводят в итоге уже к конечному результату. То есть, сам по себе конечный результат, он как бы чередой, когда в швейцарском сыре все дырки совпали в одну прямую, и все опасности, они как бы прошли через эти дырки совершенно спокойно и привели к ущербу. То есть, это вот модель швейцарского сыра. О чем же он говорит в подходах к позиции человеческого фактора? То есть, мы не говорим только о человеке, о враче. Мы говорим о государстве, о экономике государства, о том, сколько выделяется в финансировании медицины, о регуляции, какие приказы выпускаются, какие распоряжения, насколько они способны к тем или иным инцидентам. Мы говорим об организации, о госпитале. Мы говорим о финансовых приоритетах, о структуре госпиталя, о стандартах, о культуре безопасности в госпитале и в отделении. Мы говорим о окружении рабочем, о штатах, о навыках, о нагрузке, о как организованы смены, как дизайн отделения, организован как оборудование и поддержка проводится. Мы говорим о командных факторах, о поддержке друг друга в команде, в операционной бригаде, о контроле и учете. Мы говорим о конкретном враче, о его знаниях, о его тренинге, о его навыках, о его компетенции, о его здоровье. Настолько он здоров, настолько он отдыхнул и выспался. Мы говорим о самом задании, используется протокол, результаты тестов, история болезни, как правило, история болезни иногда просто теряется. И настолько аккуратные и верные записи. И также пациент. Мы говорим о сложной диагностике пациента, мы говорим о тяжести состояния пациента, мы говорим о проблемах с языком, он может не говорить на вашем языке, проблемы с коммуникацией, он может быть агрессивным, может быть персональный фактор. То есть факторов очень много, это очень многослойная система, и она невозможна замыкаться только на одном враче. И как бы есть так называемый риск о том, что вы уже знали об этом инциденте, то есть вы как бы уже думали, что он случится, или эксперт уже знал, что такое может случиться, так называемый hindsight bias. То есть как бы для эксперта все ясно, то есть вот тут ошибка случилась, вот она привела, то есть вот случилась проблема, она привела к этой ошибке. Но для врача она все гораздо сложнее, то есть она как бы много разных путей, довольно разные исходы могут в том или ином случае принять решение. То есть все это не должно упрощаться, все это гораздо должно разбираться на более серьезном уровне. Публикация из Йоркша, они рассмотрели как бы на матрицу факторов, которые приводят к тому или иному инциденту в госпитале. Как бы они рассмотрели на активные ошибки и все, что вокруг активных ошибок. Сюда относятся и факторы пациентов, те факторы, которые мы рассмотрели, оборудование, обучение и так далее. Как бы это все на разных уровнях, начиная от местного уровня и заканчивая государственным уровнем. То есть как бы все это потом рассматривается с точки зрения разбора того или инцидента. То есть есть определенный разный отпросник, когда Таллина возникает проблема, возникает инцидент, то его можно как бы классифицировать по тем или иным стандартам. То есть, допустим, врач может сказать, что были проблемы с делегированием, он был в состоянии стресса, задание для него было совершенно незнакомое, то есть никогда этим не занимался, был вынужден заниматься, пациент был некопированный, недостаточно было персонала и так далее. То есть как бы это по очень многим разделам, то, о чем мы упоминали, то есть ситуационные факторы, какие ситуации именно в вашем отделении, в вашей операционной, организационные факторы, это более, значит, внешние факторы и уже как бы общие факторы. Дебрифинг – очень важный раздел, как бы если происходит осложнение в операционной, очень важно собраться все вместе и попытаться все-таки обсудить, что произошло и как преотвратить, во-первых, успокоить всех участников, во-вторых, как бы попытаться подумать, как можно преотвратить и что можно было сделать по-другому. Есть отдельная публикация, гайдлайн, ассоциация анестезиологов, катастрофы анестезиологической практики и как, что делать с них, с их последствиями. Здесь в основном разбираются смерть в операционной и какие дальнейшие шаги у врача, который был задействован в анестезии от пациента и у дальнейшего, у служащего персонала. Ну что же делать, чтобы преотвратить эти риски, кроме того, что мы можем рассмотреть все эти осложнения, внимательно проанализировать. Важный раздел – это чек-листы. Видел ли кто-нибудь из вас книгу от Улгаванды? Она единственная, которая была переведена на русский язык, называется «Чек-лист». Очень интересная книга, я вам рекомендую. Одна из трех была переведена на английский, еще есть три книги, которые просто замечательные. Он хирург из Гарварда, который занимается вот именно сейчас популяризацией медицины и именно вопросом безопасности в медицине. Он говорит о том, что прогресс в медицине в меньшей степени технологический в настоящее время. То есть довольно много уже технологий, масса оборудования, масса мониторинга, масса препаратов, но, к сожалению, случается все равно. То есть что-то нужно менять, видимо, в самой системе. И нужно использовать лучше то, что есть уже в наличии, а не пытаться что-то внедрить новое из оборудования и новое из препаратов. Хотя, конечно, это тоже нужно делать. Основой легло исследование прованоста. Мичиганев я потом про него расскажу. И на основании вот этого исследования был внедрен чек-лист ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Было также показано, что чек-листы значительно снижают число осложнений и смертность. Вот стадия исследования прованоста, как бы, в связи с тем, что большое количество сепсиса после катализации циральных вен в Мичигане в одном из отделений реанимации, он как бы встал перед дилеммой, что делать дальше. И вот они внедрили простую систему, казалось бы, совершенно минимальные расходы и минимальное количество оборудования. То есть просто помыть руки с мылом, обработать кожу пациента с лорокисидином, обработать салфетками, обложить, надеть маску, шапочку и халат, и перчатки стерильные. Все обложить полностью стерильной повязкой у всего пациента и затем проверить, и накрыть уже стерильную повязку после того, как анёля введена. После того, как перепроверить. То есть это было сделано так, но, казалось бы, это все делается так и должно было делаться. Но, как выяснилось, это делается не всегда. И у медсестер был контроль полностью за строгим выполнением этого норматива, вот этой процедуры. То есть медсестеры просто не давали врачу касаться пациента, если он не одел маску или не одевал стерильный халат. И, что интересно, через 3 месяца частота катетерного сепса упала с 2,7 до 0 на 1000 пациентов. И они экстреполировали на то, что это пациент может сохранить 1500 жизней и около 100 миллионов долларов за 18 месяцев. И контрольный лист ВОЗ, который в нашем госпитале внедрён около 6 лет назад уже, он как бы… Вы используете его, кстати, в клинике? Он как бы разделяется на 3 этапа. До начала анестезии, до рассечения кожи и после окончания анестезии. С точки зрения анестезиолога, это проверка оборудования, это… Ну, пульсоксиметр, естественно, мы используем всегда. Есть ли аллергия у пациента, есть ли проблемы дыхательных путей и есть ли риск кровопотери. Непосредственно перед операцией уже мы обсуждаем, ввёлся ли антибиотик или, если необходимо вводить его, есть ли согревание для пациента установлено и есть ли необходимость контролировать содержание глюкозы в крови пациента. И по окончании, как бы, счёт салфеток и тампонов и так далее. И есть ли проблемы с оборудованием и так далее. То есть, как бы, вот эти вот три главных раздела, которые мы скрупулёзно используем в своей практике. Лист меняется, как бы, он эволюционирует. Я пока вам покажу наш лист, который мы используем. Что показало исследование по внедрению чек-листа в восьми госпиталях? Выяснилось, что профилактические антибиотики стали использоваться более эффективно. То есть, статистически достоверно, что антибиотики перед операцией использовались более часто, чем до внедрения чек-листа. И после внедрения чек-листа снизилась частота инфекций послеоперационных и также любых осложнений после операции. То есть, чек-листы работают, но требуется довольно серьёзный организационный, как бы, сдвиг и психологический сдвиг для их внедрения. Другая проблема – это усталость врачей. В Европейской директиве рабочего времени была принята в 2004 году, когда последовательно снижалось количество часов, сколько врач может работать в неделе. То есть, с 58 в 2004 году до 56 в 2007 году максимум 48 часов в неделю. Это сейчас максимальный объём, то, что мы можем работать. То есть, казалось бы, это плюс, врач меньше усталый, но есть и большие минусы. Это сменная работа, то есть, как бы, теряется преемственность. Большинство – это как бы бригады, дневная, ночная. Падает качество тренинга, падает уверенность, соответственно, врача после окончания тренинга, поскольку он не видел достаточного количества случаев, которые он должен был увидеть. Ночью, как бы, госпиталь ночью многое решает медсёстры. И так называемый тренинг, который основан на компетентности, когда думалось о том, что каждый персональный врач, он будет подходить к тренингу, зависит от его компетенции. Кто-то, может, потребуется полгода, кому-то год, кому-то пять лет, то, соответственно, это не работает. В США, несмотря на то, что у них 8 часов в неделю максимальное количество часов, как бы, ситуация примерно, наверное, та же самая. Другой механизм – это симуляция в ансоциологии, которая может использоваться, как бы, для авиационной стимуляторы, которые исходно были основоположниками в этом разделе. Это типичный сценарий, который редко случается в практике врача, например, ансоциологический шок с остановкой сердца, который можно отрабатывать в симуляторе, в более спокойной обстановке, и в принятии решений, и, как правило, это работа в команде, то есть это главное, как бы, симуляционные условия, и позволяют снять не технические навыки. И потом посмотреть, как бы, на видео, как вы выполняли эту или иную задачу, и что можно изменить. Ну, как бы, один из вот разделов. Компании постоянно изменяют упаковки, и не в лучшую сторону, как бы, из более-менее понятной упаковки они в такую менее понятную превращаются, которую очень сложно найти, и это приводит к тем или иным инцидентам. В нашем госпитале есть так называемая система DATICS, это компания, которая занимается именно менеджментом риском и сбором информации о осложнениях, как мы можем сохранить тот или иной инцидент в виде события, которое можно в дальнейшем использовать для обучения. Как бы, он заполняется по пунктам, что случилось, с кем случилось, где случилось, и потом, как бы, этот инцидент поступает в анонимной форме, к тому или иному эксперту уже в вашем отделении, где вы работаете. И потом они публикуют, как бы, ежемесячный отчет, что случилось, как это случилось, как это можно предотвратить, то есть, как бы, на общее обсуждение и решение. Наш чек-лист, наш опросник ВОЗ, мы изменили, как бы, во многом. Мы ввели несколько еще разделов, как бы наличие пейсмейкера у пациента, наличие, наличие вставных челюстей, наличие пирсинга, это большая проблема довольно, ввели наличие профилактики тромбоза глубоких вен, и после операции у нас было несколько случаев, когда у пациента в конюле оставался, у педиатрического пациента оставался, у ребенка оставался суксинилхолин, и возникали проблемы с дыханием в палате пробуждения. Как бы мы ввели раздел, проводилось ли промывание конюли в конце операции, то есть, как бы, вот это у чек-лист, который, как бы, напоминает промыть конюли после операции, в конце операции. У нас было осложнение после блокады региональной, когда пациентка дома положила грелку и благополучно держала ее рукой, которая была заблокирована, она ничего не чувствовала, и привело к ожоге, который потребовался от пластики кожным лоскутом. То есть, мы изменили нашу систему, мы предупреждаем пациентов о рисках, мы также наклеим такой напоминальник прямо на повязку на лангету, что эта рука немая, и не надо в нее втыкать или ее пытаться поджарить на медленном огне. Также по стране 67 региональный блокад блоков было произведено на ошибочной стороне, то есть, опираться на правой блок был на левой стороне за 15 месяцев. Опять же, был опубликован такой меморандум, он в каждой операционной, на каждой ультразвитковом аппарате остановитесь перед блокадой, то есть, перед блокадой вы и ваша анестезистка должны уточнить сторону операции, сверить ее со стороны блока, и только тогда уже делать блок. Потому что, когда больной анестезирован, то уже поздно что-либо проверять. И причем пациент вам скажет в любом случае, что он согласен, что бы вы делали. То есть, очень сложно ориентироваться на пациента. То есть, тоже риски. Этикетки похожи очень. Здесь магнезия, здесь физраствор. То есть, прикрепление физраствора к шпильцу как бы позволяет нивелировать этот риск. Артериальная линия и просто венозная линия. Масса этикеток, и она заклеена. То есть, как бы, опять же, меньше риск, что вы введете что-то неадекватное в артериальную линию. Тампона на ротоглотке. У пациента тампона на ротоглотке. То есть, тампон на ротоглотке, какой-то лор операции или через ноль лицевой. Это этикетка на руке врача. То есть, он как бы не уйдет в палату пробуждения, в реанимацию с этой этикеткой, поскольку он знает, что нужно сначала удалить тампон, прежде чем пациент покинут операционную. Мы получили несколько аппаратов около шести лет назад, в которых выключение респиратора было очень рядом с вакуумом. И у нас несколько было случаев, когда операционные сестры выключали аппарат вместо того, чтобы включить вакуум. Поэтому, как бы, внедрили, изменили дизайн. То есть, точнее, производители изменили дизайн. Они наклеили такую желтенькую яркую наклейку и поставили такую вот такую крышку от унитаза Барби. Как мы ее называем? Наша насилищная карта. То есть, она также меняется, она как бы такое живое существо. Она как бы постоянно что-то добавляется в нее после тех или иных осложнений. Остановитесь перед блокадой, за то, что я о чем уже говорил. Промойте конюли перед тем, как вы пациента отправили в палату пробуждения. Инвазивное артериальное давление у вас физраствор, а не глюкоза в промывной системе. У пациента есть тампаната ротоглотки. Она установлена и затем удалена. Установлено на согревание пациента. То есть, как бы вот эти вот все разделы, которых раньше не было. Ну, также у нас есть определенный, как бы называется, так называемый риск, регистр рисков. Он для каждого деления свой. У нас он составляет несколько позиций. Здесь я привел только четыре. Ну, к примеру, один из них – это отсутствие кетамина. Компартмент-синдром у пациентов с продленной операцией, с позиции, в лидоатомическом позиции, это наличие сознания в анестезии и так далее. То есть, как бы, что случается, как это можно предотвратить, что для этого принято, как бы эти вот разделы, они как бы, они публикованы в интернете у нас, каждый может посмотреть. Гайды, которые есть, которые можно использовать. Довольно часто мы оказываемся в операционной, в которой мы редко ходим. Допустим, я в челюстной лицовой хирургии был на этой неделе, куда я хожу крайне редко, и этой операцией я, в принципе, никогда не занимался. Может, очень давно, когда в тренинг проходил. То есть, это позволяет, там есть как бы такие поваренные книги, которые каждый эксперт публикует в интернете, которые можно распечатать и посмотреть непосредственно перед операцией. Ну, и в заключении, если время позволяет, Владимир Анатольевич, мой инцидент на заправке. То есть, я заправляюсь бензином, и, соответственно, значит, была очень, у меня был очень какой-то сложный день, жена была в машине, мы куда-то торопились. Я подъехал не с той стороны заправки, соответственно, перейти на другую сторону. Пытался засунуть форсунку в заправке, у меня ничего не получилось. Потому что у меня были проблемы с машиной, я думал, видимо, что-то у меня проблемы с бензобаком. Я начал пихать, засовывать, давить, но бензин не тёк. Ну, меня это не остановит. Естественно, у меня есть задача, я должен её выполнить. У меня есть воронка в машине. Я, значит, её всунул и начал через воронку заливать. Ну, видя, значит, мои проблемы, человек на заправке начал кричать «Бензин или дизель?» И тут я понял, что я пытаюсь заливать дизель в мой бензиновый автомобиль. Как на удивление, на моё удивление оказалось, что у них разных размеров. Оказывается, и бензиновая форсунка меньше размера, чем дизель. Поэтому бензиновую, и дизельную форсунку засунуть, в принципе, невозможно в бензобак. То есть вот это моя ситуация. То есть существовала световая кодировка, существовали технические решения, которые я в состоянии стресса и отсутствия тренинга, и мои фиксации на задаче умудрился преодолеть. То есть, казалось бы, просто, но то же самое возникает и в медицине. Небольшой клинический случай, который я быстро так расскажу. Лор-операция. Пациентка отправлена в палату пробуждения с ленингельной маской. Через 15 минут сбегает медсестра в палату пробуждения и говорит, что пациентка требует вернуть слезный пирсинг из языка. То есть я был совершенно глубоко удивлен и поражен и несколько взволнован, поскольку я совершенно уверен был, что никакого пирсинга у этого пациента не было. Предоперационную форму мы посмотрели, все внимательно оказывается, действительно, аккуратно упомянут пластиковый пирсинг. На эту форму я, в принципе, никогда не смотрел до этого момента. Выяснилось, что пациент сделал металлический пирсинг языка за неделю до операции, а в салоне ему выдали такой пластиковый пирсинг для установки в госпитале, поскольку считается, что металл это плохо, поскольку электричество через него проходит, а пластик это нормально. Пластик прозрачный, небольших размеров, и пациент был уверен, что меня информировали, поскольку ее спросили об этом, а я, поскольку оценил ее дыхательные пути, попросил открыть рот, совершенно меня это устроило. Так что имейте в виду, что такие вот пластиковые прозрачные, так называемые, ретейнеры, которые устанавливают пациенты вместо металлического пирсинга, их практически незаметно. Они как бы прозрачные, их вообще не видно. То есть вместо металла ставится такой кусочек пластика. То есть конкретный вопрос я не задавал, передапционную форму я не посмотрел. Внимание дыхает. Детали у меня отсутствовало, поскольку я не знал об этом. То есть мне нужно обучение, мне нужен опросник ВОЗ, который мы изменили, ввели этот пирсинг, о котором я говорил. Ну, примерно так. Человеку сложно сжигаться, но повторение одной этой ошибки это уже свойственно дьяволу. Спасибо. Спасибо.